Приветствую всех, саламу алейкум. В последнее время стала нашумевшая новость о том, что омега-3 растворяет пенопласт, а значит она вредна для здоровья, ее пить нельзя и так далее. Выбирайте типа омега-3, которая не растворяет. По этому поводу хочу сделать маленькое разъяснение. Омега-3 делится на два вида. Первый – это природный источник триглицериды, и второй – это этиловый эфир. Этиловый эфир – это то, во что может превратиться рыбий жир при переработке, при больших производствах. Это как бы дело неизбежное. Да, этиловый эфир растворяет пенопласт, в отличие от триглицеридов, но и тот, и этот действуют одинаково, и они одинаково необходимы для организма, то есть не вредны. А то, что он плавит пенопласт, это не значит, что он вреден для организма. Наш организм – это не пенопласт. И что он растворяет там пищевод, гортань или желудок – это все сказки. Потому что не было ни одного такого случая, и сами врачи говорят, что никакого вреда нет от этого. Единственный момент, что нужно учесть – это дозировка, которую вы принимаете. Потому что превысив дозировку, могут быть последствия очень нехорошие. А так, я советую всегда смотреть дозировку. Вот, например, здесь написано. ЭПА – 360. ДХА – ДКЗКСОЭНОВА кислота – 240. В соукопности 600. Это нормально, но… Это хорошая дозировка, это суточная. Но это в двух граммах. То есть, чтобы получить суточную норму, вам нужно две капсулы выпить. Или там, если вам врач прописал, больше четыре капсулы. Здесь. Здесь одна капсула должна хватать. Это уже салгар. Это уровень, можно сказать. Сколько здесь капсул? 240. Ну, может, даже здесь. Да, здесь тоже две капсулы надо пить. Есть ультра омега-3. Здесь уже, смотрите, 500. 250. 750 получается. Это в одном грамме. То есть, чтобы достичь суточную норму, вам хватает одна капсула. Я постараюсь сделать видео-обзор на омега-3. Какая лучшая, какая хуже, какая по цене выгоднее и так далее. Ставьте лайк. Подписывайтесь на нас. И делитесь с друзьями. Подписывайтесь на меня. Акта RedditR